Как Вы вообще пришли к мысли, к мысли о том, что жизнь не единственная? Что Вас в этом убедило? Вас, лично. И что человек существует в разных измерениях, так сказать, и так далее. В этом меня убедила йога, занятие йогой, занятие практикой медитации. Я практикую медитацию регулярно с 78-го года, и мне удалось достичь самых необычных состояний, а затем удалось и некоторых таких физических успехов, то, что называют ситхи, то есть мне удалось разбивать сразу несколько кирпичей или рез рукой двоску, что весьма убедило меня в физической реальности этих процессов, которые происходят. Ну, а впоследствии, когда я организовал лабораторию, я производил измерения физические, в частности, вокруг себя и других экстрасенсов сильных, и замерял очень сильные магнитные импульсы и другие электрические изменения, которые происходят в таких воздействиях. Я убедился, что это действительно существует. Ну, однако, вот с проверкой, я начал с проверки диагностики экстрасенсов, и первая моя проверка показала, значит, проверка по картам Зинера дает очень плохие результаты, очень слабые, и нужно набирать огромную статистику, чтобы что-то получилось. Затем я сделал генераторы случайных позиций, которые включали или электромагниты, или светодиоды. И мы обнаружили, что каждый человек вместо 20% может угадать 24%. Но чтобы это доказать, нужно, ну, для статистики предложить ему больше тысячи угадываний. То есть, фактически, это настолько малая величина, что можно показать, что экстрасенс не может ничего угадывать. Я брал обыкновенную рулетку, вращающуюся металлическую, закреплял туда магнитик или металл, крутил и прилагал различным экстрасенсам 340 человек. Их было в том числе и чумак, но так же не получалось, как у остальных. Я им показал, что никто из них не может угадывать. Вот, и поэтому я начал вот с такого. Потом я использовал сюда, применил сюда то, что мы называем пандеромоторным письмом. И здесь нам удалось угадывание повысить до 44%. Ну, это очень незначительно. Это у меня опубликованная, есть, это незначительная цифра. Откуда взялось еще пандеромоторное письмо? Может быть, известно было, по-моему, раньше? Пандеромоторное письмо? Нет, это разные вещи. Вы знаете, всегда было известно моторное письмо. Еще интересно, графиня Дирхайм, она использовала так называемое ведомое рисование. Она меня приглашала, кстати, в Германию, я читал там целый цикл лекций у нее. Вред-то. Ведомое рисование или моторное письмо, вот это одно и то же. То есть люди подключаются фактически к другому плану. Это споритизм. Они подключаются неизвестно чему, и идет какая-то задиктовка, они рисуют и пишут нечто. Пишут какие-то ответы. Наоборот, мы очень категорически стремимся, чтобы пандеромоторное письмо никогда не переходило в моторное письмо. Это очень опасно для человека и может кончиться психическими заболеваниями. Вот. Есть также моторные движения, непроизвольные. Это другая сторона, к которой мы стремимся, чтобы их не было. Мы учим человека исключать эти моторные движения. А вот пандеромоторное письмо чем это отличается? Тем, что мы концентрируем внимание именно на определенном каком-то объекте, исследуем его. Только на нем. И только реакцию от него мы воспринимаем. Ближе всего к пандеромоторному письму это лозоходцы. Лозоходцы, когда они искали, они брали эту рамочку, лозу, и брали кусочек, например, меди в руку для настроя, или привязывали кусочек меди, концентрировали внимание на меди, и только медь улавливали. Что получалось? Человеку, вокруг него многомиллиардная сложная такая полевая структура, он ее излучает. И он отражается от различных источников, от различных предметов. Но как только он начинает отражаться от меди, сразу же наступает резонанс между его настроем на меди, который он передал рамки, своим вибрациям в рамки, и его же отражением от меди. В этом случае, в результате резонанса, силы, действующие на рамку, усиливаются в тысячи раз, а может быть и в миллион раз. И эта рамка начинает двигаться, вибрировать, или сам человек начинает развиваться и чувствовать эти вибрации. Вот в этом заключается лозоходство. Лозоходство ближе всего к нашему методу отображения информации. Отображение информации. Отображение, скажем так, мы все, да? Но не все мы владеем контрраваторным письмом. Не входим для этого элемента концентрации или еще какой-то специальной настройки? В принципе, мы перевели это по драмату, заменили рамочку мышью, обыкновенной от компьютера, или пером дигитайзера, где можем вводить малейшие изменения, колебания руки в компьютер, анализировать математически. И вот уже обычно мне достаточно двух часов, чтобы обучить человека по драматурному письму абсолютно любому. Значит, в частности, так как мы готовили для английской фермы на продажу эту вещь, я им демонстрировал специально. Они мне давали разных людей с просьбой обучить их за два часа. Но так как учит трогать машину, вот просто тронул машину, и дальше она поехала, и ты можешь ее управлять. Вот в таком виде я обучаю по драматурному письму за два часа абсолютно любого человека. Но, чтобы стать шофером, нужно сначала получить права и отводить там 25 часов. Через 25 часов он у меня может получить первые права. А чтобы стать опытным шофером, он должен поработать еще годика-два, поездить, а то чем дольше, тем лучше. Причем один из них прирожденный шофер от Бога, он будет прекрасный водитель, а другой не так же и с этим. Обучить можно любого, еще я не встречал человека, которого бы я не смог обучить. Я это доказал, обучив более 40 тысяч людей, в общем сложности. Но, а вот уже дальше качество этого человека зависит от него самого, от его способностей дальнейшая. И у нас четыре категории. Первая, вторая, третья, четвертая. Вот сейчас, кого сейчас упомянули, из моих учеников Богданович, скажем, Лазарев, это четвертая категория, высшая. А Вика, ну, Иванов, наверное, третья категория была. Вот примерно так. А четвертая-то высшая? Высшая четвертая, да. Вот у меня есть в книжках статистика диагностики по этим категориям 150 врачей. Проверка экспериментальная. Вот можно сравнить это, скажем, с астрологией, где гороскоп можно составить по таблицам и фенюрид за 5 минут, а трактовать его нужно 52 часа. То есть нужно, чтобы вы смогли его трактовать. Вероятно, здесь то же самое, что нарисовать можно, а вот трактовка того, что нарисовано, или, так сказать, идентификация с чем-то, наверное, это самое сложное? Это тоже имеет значение, идентификация, то, о чем вы говорите. Хотя здесь принципиально сравнение с астрологией достаточно сложное. Астрологи в том виде, как обычно они предстают, ну, они опираются на какие-то конкретные знания и вычисления. Мы можем получить точно то же самое, но за счет отражения и исследования этой информации через свои моторные реакции, что ли. Но для этого, правда, проводятся определенные исследования. У меня сектор астрологии в лаборатории работал очень долго. У меня многие астрологи вышли из моей, так сказать, этой ассоциации, из моей лаборатории. И Шестопалов Сережа, значит, Еремин, астролог, прекрасный у нас работал, вот, Сима тут, с вами, то есть. И у нас же, у меня числился и Глоба, у вице-президента в свое время, правда, мы не работали почти с ним, а числился в ассоциации. Так что, вот как-то... Я вот теперь уже не соображу, что вы мне рассказывали уже, что там, а что тут. Да. Про Лунда расскажите. Про Лунда? Вы там так хорошо говорили, что теперь я не зашел. Ну, дело в том, что сейчас я вернулся, вот, два дня как вернулся из Лондона. Это было мое четвертое посещение, за последние пять лет четвертое посещение Лондона по три месяца. Видите, там год целый пробыл в Лондоне. Там одна компания была и при Лондонском университете, для которой мы делали достаточно интересную программу медицинскую, диагностическую, куда мы вот наш панделом рамочку или ручку, которую подсоединяли к компьютеру, брали, и вводили в компьютер анатомический атлас. Затем мы могли вызывать на экран любой орган, любую функциональную систему, и настраиваясь на эту функциональную систему, человек мог получать некую ответную реакцию. И по ответной реакции мы проводили диагностику. То есть, таким образом, мы соединяли альтернативную медицину с медициной традиционной. Но надо сказать, что вот эта наша программа, которую мы сделали для Лондонского университета, она рассчитана на обучение. По этой программе может человек сам себя обучать, обучаться, там специально есть вещи для обучения. И может также врач обучаться, чтобы овладеть альтернативным методом любым. И может любой экстрасенс использовать эту программу, потому что в ней вложена медицина и анатомический атлас с названиями. Он может вызвать всё что угодно, он может получить какие-то советы от классической медицины. То есть, компьютер позволяет соединить знания классической медицины традиционно. Многие врачи помогали мне в создании этой программы. Это первое. Второе, довольно интересные программы мы в Лондоне показывали. И я где-то вот в прошлую пятницу докладывал в Кембридже очень интересным физикам. И по заключению этих физиков, две интересных вещи у нас. Во-первых, они рассказали, что у нас самый современный, единственный в мире такой метод отображения информации через компьютер. Очень удобный, экстрасенсорный. То есть ту же лозу, рамку мы сделали на современном этапе. И второе, то что мы сделали, что их вполне устраивает, удовлетворяет математическое описание, которое я предлагаю этих вещей. То есть так как мы сюда подключаем теорию синхронизации, след за Норбитом Винером, который это первый предложил, я только ввел сюда, ну, чтобы объяснить понятие, когерентность откуда возникает, понятие отражения. Значит, мы говорим в данном случае о резонансе. И используем мощный математический аппарат, который уже существует при резонансе. Это позволяет нам ко всем парапсихологическим феноменам электросенсорики применить уже готовую физику и не вводить никаких новых полей, никаких новых допущений. То есть в чем, если говорить в двух словах, в чем, значит, здесь суть дела? Ну, вы знаете, что вот по мосту идут в ногу, стучат солдаты, мост рушится. Дальше часовщики вешают часы на одну стенку, и все часы начинают ходить секунду в секунду. Потому что происходит синхронизация этих часов за счет слабой связи через стену. И вот Блехман, очень интересный человек у нас есть, который я впервые получил эту идею применить сюда теорию синхронизации. Он показывает, что можно поставить 20 станков, один из них отключить, и он будет работать за счет резонанса и вибрации других. И что получается при резонансе? Во-первых, увеличение амплитуды во много раз, настолько, что мы уже не чувствуем шум. Ничего другого. Если один человек настроился на другого, он настолько резонирует его в вибрации с ними, что никакого шума уже быть не может. Этот телефон, по-моему, никак не отключил. Итак, я говорил, что здесь работает резонанс. Когда один человек начинает резонировать с другим, то вибрации настолько сильны, то сила взаимодействия возрастает в тысячи раз, и ничего другого, так сказать, уже воспринять нельзя. Ничего другого уже не воспринимается. С другой стороны появляются так называемые силы Беркнесса. Это происходит притяжение руки этого человека туда, где частота будет ниже всего. Ну, например, один экстрасенс смотрит пациента. У пациента в каком-то месте шов. Там вибрации меньше. И рука, во-первых, его будет притягиваться к этому месту, где шов. Так как будет взаимодействовать, его рука будет взаимодействовать с его же отражением от этого места. А шва, частота уменьшится в этом месте. И, с другой стороны, частота руки этого экстрасенса тоже уменьшится. Экстрасенс будет говорить, что ухолодок здесь холодит, здесь холодно, здесь тянет. Потому что его руку будет притягивать к этому месту. Если же будет какой-то воспалительный процесс идти в каком-то месте, то наоборот, в этом случае частота увеличится, увеличится частота также руки и частота колебаний каких-то частиц, и экстрасенс будет говорить, ах, как горячо, и руку отталкивает. Значит, вот здесь идёт взаимодействие резонансных каких-то вещей, колебаний. Вот. И теперь дальше остаётся применить готовую теорию математическую, которая у нас вот хорошо отображена здесь, в этой книжке. Это достаточно, так сказать, сложная математика, которую человек, занимаясь теорией полем, просто не поймёт, или просто кончишь институт, а должен быть специалист, который занимается теорией резонанса, то есть, который занимается теорией синхронизации. Нет, тогда это будет понятно. И дальше там записывается уравнение колеблющихся тел и слабой связи. Так вот, эта слабая связь может быть Земля. Мы все друг с другом связаны через слабую связь, через Землю. Раз. Пол, который в комнате. Слабой связью может быть также электромагнитное поле, или слабой связью может быть акустика. Вот Рубанюк сделал интересные эксперименты. Есть такие эксперименты. Вот пять камертонов. Они стоят и закреплены. И один камертон на тележке может ехать куда угодно. По камертонам ударили так, что они все резонируют друг с другом. Но на какой-то второй порядок малости частота будет чуть меньше одного камертона. И в этом случае тележка поедет именно к этому камертону. Затем произойдёт накачка, энергия сравняется, и тележка поедет назад, потому что у него частота уже станет несколько меньше. Затем у другого камертона образовалась меньшая частота, а тележка поедет туда. Вот это иллюстрирует как раз работу экстрасенса и дистанционной работы лозоходца. Когда лозоходец концентрирует внимание, ну, например, на потоке воды, он начинает ощущать эту струю воды бегущую. И в этот момент у него происходит резонанс. Его отражение от этой струи и лозоходец, которое продолжение его собственной руки, его поля, оно вибрирует с собой телом. И в результате резонанса резкие колебания, резкий бросок этой рамки. Всё то же самое мы используем только с математическим аппаратом. Значит, у нас есть математический аппарат и есть отображение на компьютере, что позволяет это использовать в практике. И вот в течение уже, так сказать, сколько, с 82-го, с 83-го года мы активно используем эти методы в практике. И много в нашей, так сказать, промышленности, в нашем народном хозяйстве сделали уже использование применения этого метода. Ну, это, скажем так, диагностика. А после того, как Вы сделали диагностику, Вы предлагаете какое-то оригинальное решение? Или отправляете человека к медикам? Нет. Во-первых, мы делаем диагностику не только медицинскую. Первое, самое интересное, это техническая диагностика. Таким методом мы можем смотреть любую звезду. По известному набору данных мы можем, из звезд, которые известны, мы можем смотреть неизвестную и дать любые параметры. Мы можем смотреть Землю. Мы смотрим снимки Земли с космоса и набираем банк данных. То есть вначале мы просто набираем банк данных своего собственного организма. Для этого просто проводим над дигитайзером ручкой и банк данных, этот, ну, в результате математического аппарата применён, делается спектральный коллекционный анализ, выделяются частоты мои собственные. И так каждый раз перед изменениями. Затем мои частоты будут вычитаться из того, что будет дальше. Затем мы смотрим отдельно нефть, отдельно медь, отдельно серебро, отдельно, там, скажем, золото и набираем банк данных раз сто. Мы смотрим на какую-то фотографию, на которой близко золотой. И проводим, не видно, глазами не определишь. Но при этом, когда человек свой широкий спектр излучения гораздо шире видимого посылает на снимок, и этот спектр отражается, происходит очень широкополосный сигнал, который гораздо легче рукой ухватить, чем увидеть. Руку притягивая туда, где минимум или максимум, начинаются вибрации. Эти вибрации все заносятся в компьютер. И когда мы уже смотрим новый снимок, банк данных просматривается компьютером, и говорится, да, вот здесь нефть. Затем мы смотрим на другой глубине, на глубине 500 метров, еще 500, еще 500, и это месторождение, компьютер просчитав, точно вырисовывает. Мы можем давать любой срез месторождения, количество, объемы. Причем наши колебания для удобства отображения выражаются в цвете. Нефть выражается, будет все, что красное, это нефть. Там синяя, другая порода, зеленая, третья порода. Каждая порода будет иметь свой цвет. Все это красиво, красочно, что посмотрим на компьютер. Теперь, если мы берем человека. Прежде всего, у меня есть маленькая лаборатория. И наши товарищи занимают, мы исследуем эти вещи на крысах, на животных. И вот на животных у меня, мой товарищ, наши товарищи, успешно работают физиологи. И, в частности, Миляковский, Борис, учтил докторскую диссертацию, вот в этом году по этой тематике связанный, физиолог. Значит, что делается? Мы оставляем электроды и меряем нейрональную активность крыльцев. Затем вот таким методом мы исследуем мозг и смотрим аномалии. И смотрим, ну, например, у нас некоторые работы были исследованы, которые пригодятся в лечении эпилепсии. Мы пробуем давать какое-то раздражение и сразу же смотрим, где и в каких участках мозга возникнут резонансные точки. Сначала мы определяем своим компьютерным методом, затем проверяем с помощью нейрональной активности и подтверждаем это. Есть другие очень интересные эксперименты с крысами. Значит, мы можем посмотреть, как какая-то картина влияет на крысу. А если, как эта картина влияет на человека? Крыса спит и не видит картину, но она находится вблизи. Человек, который здесь в комнате, видит картину. Человек отражается от картины и создается некое резонансное изменение вот этого биополя. А крыса, как датчик, реагирует, регистрирует. И через крысу мы можем анализировать, как действует эта картина на человека. То есть у крысы нет своего отражения, она реагирует на отражение человека? Да. А в основном отражение человека. Только в крысу мы пробовали делать опыты с отражением только крысы тоже. Но здесь приходится набирать очень большую статистику и эффект сложный. А вот когда поле человека, идет практически стопроцентная реакция. Это интересно довольно. Теперь также мы пробовали что? Действовать дистанционно, на большом расстоянии. Воздействие на крысу человек находится в определенной камере. Это есть фильм «Человеке есть тайна». Там есть кусочки, это показано. Мы снимаем одновременно электрометрические показатели человека из крысы. И крыс, несмотря на то, что она спит, изменяется, так сказать, нейрональная активность. Изменяется фаза, появляется как бы фаза быстрого сна. Но наши физиологи могут подробнее это описать. И фактически удается зафиксировать реакцию крысы на такое дистанционное воздействие, что делает это воздействие бесспорно. Потому что крыса спит и не может подыграть. Значит, это первое. Теперь дальше. У нас отработаны специальные методики лечения. Когда мы переходим к людям, у нас специальные методики лечения, основные на этом методе. Этот метод на компьютере позволяет выбрать наилучший метод лечения. Значит, мы сразу же просмотрим. Человек только моделирует метод лечения, который он использует. И сразу же мы увидим, какие изменения это вырастут на программе на компьютере. Записим в данной перспективе. Мы можем подбирать очень здорово травы, фитотерапию. У нас специальная есть программа с фитотерапией, где мы сразу же смотрим, где и как. Кстати, вот здесь интересно, мы используем астрологический, так сказать, круг. То есть, практически на лучшее состояние, вот минимум энергии, всегда должен быть в том месте у человека здорового, где он родился. В этом знаке зодиака примерно. Если он смещен в сторону, значит, человек уже нездоров. Применяя, используя различные травы, мы смотрим, как смещается. Каждая трава также находится в своем знаке зодиака. Что значит, я говорю, трава находится в своем знаке зодиака? Это значит, минимум энергии, когда я смотрю на траву, я отражаюсь от круга, или я представил эту траву, и минимум энергии будет строго определенным в знаке зодиака у каждой травы. А у человека будет там минимум энергии, где он родился, если он здоров. И поэтому, если сейчас у него не там, чтобы вернуть его, определенным образом подбираются травы. Также гомеопатия, также лопатия. Поэтому у нас есть специальные, так сказать, методы подбора лопатии, гомеопатии. Есть у нас сделаны специальные диагностические программы по различным нозологиям. Но эти программы еще не приобрели такого продажного варианта. Скажем, вот окончательно у нас окончены есть программы по медицине и по томографу, по разрезам. Ну, в частности, мы можем смотреть, у мозга, например, что-то еще, где-то есть опухоль. Мы можем обнаружить эту опухоль, точно показать ее локализацию, размеры. Можем очень точно показать, если пошли метастазы, мы точно совершенно покажем, где они есть, где нет. Вот мы можем, мы довольно точно научились определять. Дальше. Если кровоизлияние в мозг, мы очень точно определяем, в каком месте, без мешательства всякого человека, в каком месте, можем посмотреть любой сосудик. Мы смотрим, где сосуд засорен, нужно проверять довольно хорошо, где проблемы с сосудами. Ну, а лечение, оно основано на этом же методе. Настраиваясь в резонанс, мы начинаем подстраивать человека, как подстраивает орган, используя обычный метод хилеров, экстрасенсов, который хорошо развит. Ну и, наконец, кармическая диагностика, когда причины заболевания лишатся в прошлом, недалеком или далеком. Это довольно интересно, опять использовать наши компьютерные методы. Это вот этот способ, способ вхождения и в этой области достаточно интересно. То есть можно, мы чётко совершенно вводим модель определённую. Вот у нас есть область физическая, и здесь полностью вся физика и вся медицина. Её мы не трогаем, она остаётся как есть, мы признаём всю науку в целом. Дальше существует целый ряд слоёв. Ну, примерно так, как в буддизме. Мир желаний, там, скажем, из семи слоёв мы берём. Дальше мир форм, мир конкретный, абстрактная мысль, значит, мир духа. Вот где-то после мира форм находится тот слой, который называется кармическим. И если говорить о кармическом слое, то мы его разбиваем, ну, условно, на несколько таких частей и исследуемых. Вот, так сказать, мой товарищ, в прошлом ученик, как-то Лазарев, он написал книжку о карме, и он коснулся там фактически только одного слоя, слоя генетического, генного. Хотя в буддизме и в таком классическом индуизме больше придаётся значение карме несколько в другом совсем, так сказать, более сложном понимании. То есть, дело в том, что, ну, что такое карма? Ну, вот представим, что это некий слой, где энтропия равна нулю, и где энергия всё время существует. То есть, если биологический человек живёт и умирает, ну, живёт какие-то 60 лет, это физическом слой, то уже на уровне кармическом мы будем считать, что это информация, информационно он никогда не развивался, никогда не умирал. Он всё время развивается, и информация, энергия, информация переходят из одного вида в другой, всё время развивается, совершенствуется. Но всё это подчиняется строгим физическим законам. Есть физические законы, которых никуда не денешься, они действуют всюду. Это, прежде всего, законы сохранения. Законы сохранения материи мы знаем, но здесь они распространяются, ну, как некоторые говорят, закон сохранения духа, энергии, материи. В данном случае закон сохранения существует в каждом слое, и с одного переходит в другой. Только с качественными дискретными скачками энергия накапливается в одном месте, а потом в другой. И дальше, кроме этих законов сохранения, чрезвычайно важен механизм взаимодействия между этими слоями. Это и есть механизм синхронизации или резонанса, который вот мы здесь описываем. Но ещё в гревности, золотых стрижалях мага говорится, всё, что наверху, подобно тому, что внизу, а что внизу, подобно тому, что наверху, ради чудо и единства. Это и есть резонансное взаимодействие на всяких уровнях. И вот это нам и позволяет войти в кармический уровень и посмотреть, что там. Кроме кармы, которую вот пишут лазмеры генетически, чрезвычайно важна, ну, важен космический раздел кармы. Это может быть совершенно иной человек, совершенно иная сущность, который... То есть информация о совершенно ином человеке, который вот в данном случае также подсоединяется в момент рождения к умершему. То есть мы говорим о том, что после смерти эти слои, а эти слои фактически есть не что иное, как слои тела человека. Что значит слои тела человека? Вот человек многомиллиардная некая структура, колеблющаяся, излучающий широкий спектр колебаний. И каждая информация вызывает строго определенную вибрацию, максимум вибрации в каком-нибудь определенном месте. Таким образом происходит следующее, что каждая информация вот у нас на компьютере отображена строго определенной точкой, строго определенной зоне. Например, любая болезнь в строго определенной зоне. Это позволяет нам исследовать. Также и кармически. Если мы начинаем концентрировать внимание в любой точке пространства или времени, в этом месте наступает резонанс. И это резонансное взаимодействие мы отслеживаем по вибрациям ручки в моей руке. Я отслеживаю. Таким образом я могу исследовать карму. Я настроился на такое-то число тогда-то. Или я ушел и в определенном месте по оси времени нашел там, где у меня всплеск. Теперь я эту карму разделил на несколько лучей. Карма изменяемая, неизменяемая карма, которая произошла там от родителей, могла быть связана. И карма космическая, которая не связана совсем с родителями, не связана с какими-то другими. И большая часть как раз идет взаимодействие с этой другой кармой, не связанной ни с чем. Вот это очень сложная карма и весьма интересная. Ну как будет с ним говорить, если ты был тигром и разорвал оленя, будешь следующим воплощением оленя. Если ты был воином и обидел женщину, будешь женщиной и следующим воплощением. Вот принцип это отображает. Вот как-то, если были какие-то возмущения... И чем больше человек натворил чего-то где-то, тем больше в арсеналном рождении он обладает. Да. С одной стороны это так. С другой стороны, тем больше он будет возвращаться в колесо сансар, как говорят буддисты. А общая цель буддизма избавиться от колеса сансар. Ну это что значит? Ведь буддизм это очень интересная вещь. Ведь Будда, он не может уйти один дальше. Он достиг совершенства, но он должен возвращаться, пока не помогает другим. Ибо все сразу могут перейти на новый уровень развития и совершенства. Но надо сказать, что буддизм прямо вот так в физических терминах не передашь. Потому что то сложное понятие пустоты и теории пустоты, которая есть в буддизме, или не отобразишь теории вакуума, это прямо так в лоб. Это очень сложное понятие, включающее очень многое. Но в то же время очень материальное. Несмотря на весь кажущийся идеализм. Ну вот как раз карму можно с помощью компьютера, с помощью наших методов очень точно исследовать, смотреть, чем, почему точно. Во-первых, точное отображение, во-вторых, все это записывается, анализируется, сравнивается. Можно просматривать различные слои, в которых человек... Можно исследовать эти слои, которые в акультизме описывались веками. А можно здесь исследовать. Компьютер может уйти в предыдущее рождение? Да, не компьютер, конечно. Человек уйдет в предыдущее рождение, а компьютер это просто совершенный метод. Человек ни о чем не задумывается, он держит ручку над дигитайзером. Он как бы переводчик. Да, он переводчик, и все, больше ничего, ни о чем не думает. Он медитирует, он вышел в определенные вещи, переживает, видит, а рука при этом непроизвольна, он сам не знает, что у него рука колеблется. У него меняется тремор. И вот эти непроизвольные изменения тремора и этих вещей анализируются математически. И уже набирается банк данных, и определенные делаются выводы. Человек уходит в прошлое, в любое рождение, когда угодно. А что там произошло, примерно, уже сравнится с банком данных, компьютер приблизительно скажет. И опишет потом, человек и забудет, когда он выехал. Он может свой сон забыть, как во сне. А только запомнит последнее, а компьютер запишет все. То есть мы можем взять человека спящего и анализировать, взяв дигитайзер и руку определенным образом открепить, во время сна писать его переживания в течение сна и смотреть примерно, когда у него было плохое, хорошее, как-то оценивать качество. Вот примерно так. Понятно. Вот теперь еще одно. Что касается компьютера, мы берем ученого, какого-то физика, для того, чтобы его убедить вначале, и показать, что мы это разобрали. Просим его, но сначала проведи несколько раз ни о чем не думая рукой. Он провел, набрался банк данных, его частот компьютер, проанализировал, сделал, коллекционно-спектарный. Затем посмотрите на эту лампу. Он посмотрел на лампу, провел несколько раз. Теперь вот на книжку несколько раз, на картину несколько раз, на стол несколько раз. Ну все, готово. Банда на готов. А теперь смотрите на что угодно и проведите рукой. Он посмотрит на лампу, проведет рукой компьютера, выдает, что он посмотрел на лампу. То есть компьютер сразу выделит изменения его частот, которые произошли, когда он посмотрел на лампу. На самом деле лампа не что иное, как экран. Человек этот отразился от лампы, и произошло взаимодействие. Его отражение лампы и его своего, своего его, изменились частота, которую мы анализируем в качестве. Вот примерно то, что мы сейчас делаем. Я думаю, что мы поставили это на достаточно научно-интересный план. Во всяком случае, это вызвало сейчас лауреа очень крупных физиков. Вот, в частности, меня пригласили в Кембридж на доклад в сентябре, и там я буду докладывать как на конференцию, наверное, так и вот, что говорят, на досках премии. Очень интересный человек, который увлекся этим, наверное, сейчас имена не стоит еще называть, чтобы на них отрицательно, их товарищи. Будем докладывать эти вещи, и думаю, что мы продолжим работы с Англией, хотя основная масса ученых там относится крайне отрицательно ко всем исследованиям в этой области. Увы. Увы. Ну ничего, что делать? Вот сейчас легче всего эта область исследует в России. Легче, чем во Франции. Во Франции, кстати, я выступал, было специальное собрание профессионального синдиката радиостазии Франции и Бельгии. Слетались люди из Франции и Бельгии. Я читал там лекции, показывал, как панделум, рамочку можно использовать с компьютером. И они предложили мне прочесть у них цикл лекции на эту тему. Вообще приезжают к нам врачи, мы обучали врачей из Франции. И сейчас второй семестр опаимов поеду в Париж, переклинув. Так что, как-то движемся. Я думаю, что мы сейчас впереди всех из-за двух вещей. Первое – это вот отображение на компьютере этих вещей, реакции. И второе – это математическое описание, которое действительно позволяет объяснить эти вещи, не привлекая ту физику и тех каких-то лектонов, или там еще каких-то частиц, которые, дискретную физику, которые сюда приходится применять с усилием большим. Здесь все, существующий математический аппарат прекрасно работает, объясняет я думаю. Продолжение следует...